Садовое товарищество Победа появилось почти четверть века назад. С тех пор здесь построены более 150 домовладений. И сейчас 20 из них из-за дороги Солнцево-Бутово-Видное попадают под снос. Для нас это является шоком. Потому что, ну, я не знаю, просто как бы катком пройдут по нашему товариществу. Новость о скором строительстве дороги Солнцево-Бутово-Видное разделила жизнь жителей Садово-Товарищества Победа, что в Расторгуевской части города, на до и после. Будущее некоторых домов под вопросом, а те, которые все-таки останутся, будут расположены слишком близко к этому восьмиполосному дублеру МКАДа. У меня гуляют дети сейчас здесь. И после этого, после этой дороги здесь не будет местами гулять. Большинство людей проживают здесь круглый год. И почти для всех это их единственная недвижимость. Поэтому отстаивать свои права они намерены любыми законными способами. Большой уборник из нас. Боже мой. Пописаны обращения в администрацию президента России и губернатору Подмосковья. Решение проблемы жители Победы видят в переносе автодороги. Просим переноса дороги в район Спирова по незастроенным полям. Перенос! 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 А еще ситуация усугубляется тем, что прямо на землях Победы спроектировали разворотную петлю. Но так ли она нужна – большой вопрос. Ведь в полутора километрах отсюда планируется аналогичный разворот. Местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов уверен, это делается для удобства обитателей соседних многоэтажек. А вот о жителях Победы просто забыли. Для этих жителей, государевого дома, видного города, нужно развернуться, чтобы поехать, заехать к себе. Они также могут и здесь развернуться, с Усуханой, поехать к себе и доехать до дома. До этого уйдет полторы минуты. Они все равно на машине нет. На этом недоработке проекта не заканчивается. Трасса на данном отрезке проходит по охраняемой зоне усадьбы Суханова. Здесь не предусмотрено строительство дорог, не предусмотрены какие-то кардинальные изменения, тем более вырубка старовозрастных деревьев. Ну и естественно она идет по землям исторического культурного наследия. Это никто не отменял. Коренная видновчанка Надежда Староженко всю жизнь хотела жить в собственном доме в Расторгове. Мечта ее сбылась только на пенсии. О том, что коттедж могут сравнять с землей, по словам женщины, ей и в страшном сне не могло присниться. По проекту. Дорогая черепичная крыша, ютонговские блоки, голицынский кирпич. Понимаете, посажено все это ландшафт. Участкового у меня 8,5 соток. Вот такая вот ситуация. Все здесь сделано с любовью для того, чтобы провести, извините, остаток своих дней в радости и в счастье. Ее соседи по несчастью – многодетные супруги Ван. Их добротный дом площадью 400 квадратных метров стал уютным семейным гнездышком. Но сейчас его судьба висит на волоске. Рассказывая ситуацию, Елена Ван с трудом сдерживает эмоции. Потому что мы полюбили этот дом. Здесь родился наш младший ребенок. И я не хочу другой дом. Ни при каких обстоятельствах. Я люблю этот дом, и дети его любят. И все, что мы тут сделали, мы тоже тут делали с любовью. Пока нет никакой ясности и с размером компенсации. Юрий Обьетков на строительство дома потратил почти 10 лет жизни. И деньги, вырученные от продажи своей московской квартиры. Все беспокоимся по поводу того, что компенсация будет минимальная. И мы за эти деньги, к сожалению, ничего не сможем в данный момент, в настоящее время, что-то купить или что-то построить еще раз. Окажутся жители Победы победителями или проигравшими – покажет время. Телекомпания «Видное ТВ» продолжит следить за ситуацией. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. «Видное ТВ».